Телефонный звонок стоил свободы. Сегодня по решению Советского районного суда Омска Игоря Капустина заключили под стражу. Его обвиняют в убийстве знакомого. По версии следствия, преступление Капустин совершил еще в октябре 2014 года. Однако о происшествии правоохранителям стало известно только несколько дней назад. Предполагаемого убийцу выдал телефонный звонок. Подробности в материале Юлии Воробьевой. Взял тубареточку маленькую. Он завалился, взял тубаретку и нанес ему по голове тубареткой. Игорь Капустин обвиняемый в убийстве. На проверке показаний вспоминает события полугодовой давности. Переночевать Капустиным попросился Евгений. Мужчины распивали спиртные напитки. Тема для разговора нашлась быстро. Оба были судимы. Когда словарный запас иссяк, вход пошел в табурет. Каким местом табурет пошел сюда? Вот этим ребром примерно? Не помните? А куда попали? Визуально помнили. После потасовки мужчины пожали друг другу руки, выпили. После решили сходить за добавкой. Уже возле дома остановились покурить. Слово за слово и вновь разговор завязался о зоне. Евгений и Игорь все никак не могли разобраться, кто не утратил мужского достоинства после колонии. Он нанес мне удар. Разбил нос. Я его ударил два раза по лицу. Схватились, упали. Давай бороться. Подозреваемый схватил палку и указанной палкой нанес не менее трех ударов указанной палкой по голове потерпевшему. После чего, поняв, что потерпевший не подает признаков жизни, он схватил потерпевшего за руки и перетащил неподалеку от своего дома, где в сарае взял лопату, выкопал яму и погрузил труп в указанную яму. Во дворе двухэтажных бараков труп Евгения пролежал полгода. Преступление помог раскрыть телефонный звонок. Как установили сыщики, несколько дней назад Капустин проговорился об убийстве, пока не установленному лицу. Разговор слышала супруга Капустина. Она и вызвала полицию. Мужчину задержали. Он дал признательные показания и показал, где спрятал тело. Сегодня по решению советского суда Капустина заключили под стражу. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство. Санкция до 15 лет колонии». К слову, ранее Капустин неоднократно судим, в том числе и за аналогичное преступление. Освободился из мест не столь отдаленных он в 2011-м. Известно, что на иждивении у него двое несовершеннолетних детей. Продолжение следует...